В Молдове сегодня проходит саммит европейского политического сообщества. На форум приехали президенты, премьер-министры всех стран Европы, кроме России и Беларуси, а также представители от стран Турции и стран Южного Кавказа. Личные принимают участие в саммите президент Украины Владимир Зеленский. Главные на повестке дня – вопросы, связанные с агрессией России в Украине. До церемонии открытия Евросаммита глава украинского государства провел переговоры с президентом Молдовы Майей Санду, после чего пообщался с журналистами. На вопрос, когда завершится война, Зеленский ответил, далее цитата, «Когда Украина победит». Россия может остановить войну раньше, если уйдет с наших оккупированных территорий. Также президент Зеленский заявил о готовности Украины стать членом Североатлантического альянса. И сейчас на месте работает наш корреспондент Лера Никипелова. Лера, здравствуйте, вам слово. Я сейчас нахожусь в замке Мими, это в селе Бульбока, недалеко от столицы республики Молдова-Кишинева. Здесь проходит саммит второй, саммит европейского политического сообщества. И для начала хочу сказать пару слов о том, что это за формат. Такую платформу после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину предложил и инициировал президент Франции Эммануэль Макрон как площадку для объединения Европы, для объединения тех государств Европы, которые являются членами Европейского Союза и тех стран, которые в Европейский Союз не входят. Как я уже сказала, сегодняшний саммит только второй, но на него прибыло около полусотни делегаций из разных европейских государств, в том числе из Украины. Будет ли, приедет ли на саммит президент Украины Владимир Зеленский оставалось загадкой, но потому что эту информацию не могли разглашать, потому что она касается непосредственно безопасности президента Зеленского, но он так и здесь, он находится в Бульбоке, и его встретила, поприветствовала президент Молдовы Майя Санту. Давайте послушаем. Для нас очень и очень важно, что вы здесь сегодня. Мы будем обсуждать важные темы. Мы подтвердим нашу поддержку Украине. Мы поговорим об инфраструктурных проектах, которые будем вместе реализовать. Поговорим о солидарности Молдовы и других стран в поддержке и оказании помощи Украине. И будем говорить о вашем европейском будущем. Прессой Владимир Зеленский заявил о целях своего визита. Среди них он назвал создание инициирование коалиции американских ЗРК «Патриот». Я напомню, российская армия в последний месяц увеличила количество и интенсивность обстрелов украинской территории. Поэтому противовоздушная оборона для Украины, для нашей страны, она очень актуальна, как, впрочем, и всегда во время полномасштабного российского вторжения. Кроме того, среди целей Владимир Зеленский назвал усиление, развитие коалиции истребителей, работу над гарантиями безопасности, обсуждение сотрудничества, будущего сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом и Североатлантическим Альянсом, а также обсуждение украинской формулы мира. Давайте послушаем фрагмент его заявления. Украина готова вступить в НАТО. Мы ждем, когда Альянс будет готов принять Украину. Гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для наших соседей, для Молдовы, из-за России и ее агрессии в Украине, и потенциальной агрессии для других частей Европы. Спасибо вам из Молдовы. На связи со студией была корреспондент Лера Никипелова.